Всем привет на другой жизни! Мы снова с вами. Начинаем рубрику, в которой будем рассказывать всякие истории, мифы, легенды, которые откапываем где-то. Пока буду, конечно, по бумажке читать. Вот первый ролик мы как раз сейчас снимем о том, откуда взялся медведь на гербе Ярославля. Медведь с секирой. Сразу хочу попросить, чтобы все подписывались, ну и поддерживали нас на других каналах, то есть Яндекс.Дзен, Телеграм, ну и ВКонтакте. Ссылочки в описании. Ну а мы поехали. Культ медведя и медвежья свадьба в Ярославском Поволжье. Как вы думаете, почему на гербе Ярославля изображен медведь с секирой? Медведь был главным героем легенды, восходящей к древнерусским временам, об основании Ярославля. Рассказывают, что произошло это, когда князь Ярослав, прозванный мудрым, правил еще в Ростове. На месте будущего Ярославля, где Которсаль впадает в Волгу, находилось урочище, называемое Медвежий угол. Обитали там человечцы поганые веры, злые язычники. Поклонялись они скотьему Богу волосом, он же Велес, в святилище которого керемети, термин, обозначающий в зеленедельческой традиционной религии тюркских и финно-угорских народов в Поволжье, место жертвоприношения, священное роща или божество. Так вот, там горел неугасаемый огонь, и совершались там жертвоприношения, а обряды совершал особо почитаемый Волхов. Купцы, ходившие по Волге, непрестанно жаловались князю Ярославлю, что язычники грабят их караваны. Когда князь с дружиной двинулся к Медвежьему углу, язычники уступили силе и поклялись своим Богом волосом в верности князю, однако креститься же не пожелали. Князю пришлось вновь вернуться туда, уже со священниками, но язычники выпустили на князя некоего лютого зверя и псов, чтобы они растерзали пришельцев. Князь же с божьей помощью убил зверя секиры. Строптивые язычники покорились, а легенда о княжеской победе дожила до нового времени. В этой ярославской легенде переплелись воспоминания о славянском язычестве, клятва славянским скотием богом волосом и местные обычаи поволжских финнов, жертвоприношения в керемете. В легенде невозможно отделить славянское от финского, тем более, что верования соседних народов были сходны. Культ скотиего бога у славян действительно непосредственно связан с культом медведя, ведь этот зверь был опасен для скота и одновременно воплощал плодородие. Уфина Угра в коме существовали поверье о колдунах-шаманах и мефер-медвежьи лапы. Имеются записи о нападении одного из них уже в XIV веке на христианского миссионера Стефана Пермского. Уфинов пастух, наделявшись колдовскими способностями, перед выпуском скотина в лесу проводил по спине каждого животного медвежьей лапой с когтями. Удмурты верили, что нельзя ломать сущи в священной роще керемети или луди, иначе ее хозяин луд явится в облике медведя и растерзает нарушителя запрета. У финно-угров почитание медведя восходит к проуральской эпохе, а следы его культа на севере Европы известны археологам по крайней мере еще с 2000 года до н.э. Финно-угорский миф о мировоздании повествует о том, что медведь был спущен с неба на землю. Сама же земля была поднята со дна первичного океана водоплавающей птицей. В больших группах курганов IX-XI веков наряду с оружием, украшениями, жертвенной пищей, посудой найдены глиняные амулеты, кольца и имитация медвежьих лап. Помимо Верхнего Помолжья, такие амулеты найдены только в курганах Оландских островов на Балтике, где жили и Скандинавы, и Фины. Оттуда группа переселенцев перенесла это в табычки Верхних Помолжья, где стали изготавливать загадочные глиняные кольца. Обряд был мало понятен археологам, хотя почитание медведей и медвежьих лап было распрострелено повсюду, где водился этот зверь. Остатки настоящих медвежьих лап и подвески из медвежьих клыков – обычная находка в раннесредневековых могилах Северной и Восточной Европы. Широко распространено также представление о том, зачем человеку после смерти могут понадобиться медвежьи лапы, особенно когти. Согласно этим представлениям, умершему нужно было взобраться на мировое дерево или ледяную гору, чтобы достичь загробной обители. До сих пор непонятно предназначение амулетов колец из ярославских курганов. По размеру они напоминают браслеты и не могут быть обручальными. Тут нельзя не вспомнить ярославскую легенду, рассказывающую, как язычники клялись в волосу, а также отрывок из повести временных лет, где упоминается ритуал клятвы у русских до принятия христианства. Дружинники в знак соблюдения мирного договора возлагают кольца обручи и оружие перед своим кумиром. В 1910 году в погребении одного из ярославских курганов археологи нашли не глиняный или бронзовый амулет, а остатки настоящей медвежьей лапы, на палец которой был надет серебряный перстень с сердоликовой вставкой. В могиле были погребены две женщины. Рядом с одной из них, девочкой 11-13 лет, и была обнаружена эта уникальная находка. Исследователи предположили, что перед ними древнейшее свидетельство медвежьей свадьбы, широко распространенного мифологического сюжета о женитьбе медведя на девушке из человеческого рода. Мордовская песня рассказывает о девушке, которая пошла по грибы, заблудилась и была унесена медведями в их дом. Там она рожает от медведей детей, печет пироги, занимается хозяйством. Наконец-то она решается навестить своих родителей и берет с собой мужа. Сама она заходит в избу, а медведя оставляет на дворе. Тут братья лесной жены убивают звери. Сестра проклинает их, ведь они оставили ее без мужа и кормильца. Этот сюжет часто встречается в изложении финно-угорских мифов, согласно которым от браков со священными животными рождались богатыри. Что интересно, в свадебных обычаях долго сохранялись пережитки этого мотива. У русских Верхнего Поволжья ряженные медведями на свадьбах валили на пол девушек, мазли их сажи, а сама невеста именовалась медведицей. У Мардвы, одна из родственниц молодых, встречала их обряженную вывернутую наизнанку шубу. Изображала медведицу. У корел же медвежьи лапы повсеместно использовались в качестве свадебных оберегов. Следует добавить, что девочка не случайно была обручена с медведем после смерти, так как считалось, что умершие до замужества девицы, не избывшие свой жизненный срок, считались особенно опасными после смерти, так как могли стать злыми духами. Чтобы не допустить возвращения умершей в мир живых в виде злого духа, девочки подобрали подходящего с лесного жениха. Вот такая вот история. Я вас попрошу писать в комментариях свое мнение о такой интересной рубрике у нас на канале. Посмотрим, зайдет, не зайдет. История у нас много всяких интересных разных. На этом хочу с вами попрощаться. Всем спасибо, что вы с нами. Всем здоровья. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok